Всем привет! С вами Андрей Деркач и это Детали. Проект настоящего времени готовы объять необъятное и при этом изучить каждую мелочь в мире науки, медицины и новых технологий. Смотрите сегодня! Предсказания по картам. Расскажем, что помогает ученым предугадывать места будущих аварий. Сдерживающий фактор. Лекарственное растение из китайской медицины способно ограничить употребление опиоидных препаратов. Минус один. Узнаем, как одним движением пальца сделать фонограмму для караоке. А также сорвать завесу. В Сент-Луисе нашли способ лечения рака легких у некурящих пациентов. Мир, в котором искусственный интеллект и беспилотные технологии сделают дорожное движение идеально безопасным, пока еще только маячит на горизонте. И многие ученые предпочитают решать проблемы ближайшего времени. Так в Массачусетском технологическом институте создали алгоритм, позволяющий предсказывать место будущих аварий. Абсолютно безопасное дорожное движение пока остается лишь мечтой. Картинка из будущего. Но стремление к нему ученых не отнять. И легко понять, почему. Ежегодно в автокатастрофах гибнет более миллиона человек. И 10-50 миллионов получают травмы. Многим странам это обходится в 3% годового ВВП. Мы можем снизить риски автомобильных аварий и потенциально спасти много жизней. Один из способов предупреждения автомобильных аварий является предсказание, где оно произойдет. Причем предсказание это совершается с помощью абсолютно научных методов. Они зачастую основаны на анализе исторических данных. Здесь логика в том, что если в каком-то месте произошла авария, то очень вероятно она произойдет там вновь. И, кстати, для очень опасных мест она справедлива. Но как быть с другими местами на дороге? Этот пробел закрывает другая категория инструментов, основанных как на исторических данных, так и на данных GPS. Но здесь проблема в низком разрешении карт. Разброс может составлять от нескольких сот метров до километра. В Массачусетском технологическом институте придумали, как создавать намного более совершенные карты прогнозов. Для этого они создали специальную модель глубокого обучения и применили ее к четырем американским мегаполисам. Лос-Анджелесу, Чикаго, Бостону и Нью-Йорку. Мы получили в распоряжении данные об авариях за последние четыре года. Из них первые два года мы применили для создания модели, а вторые два года для ее проверки. При этом мы также использовали спутниковые снимки и данные GPS, которые могли бы описать закономерности движения на определенном участке дороги. Если предположить, что перекрестки с идентичным характером трафика имеют одинаковый риск аварии, можно создать модель глубокого обучения для их поиска и обозначения на карте. Модель оказалась на 20%, точнее, в предсказаниях ранее созданных алгоритмов. Кроме того, она показала способность предугадывать автомобильные аварии в тех местах, где данные были ограничены или недоступны, а также там, где риск ДТП невелик. Мы показываем места с высоким риском аварий, а также их изучаем, чтобы понять, почему они более опасны. Мы также можем ввести определенные параметры, чтобы заранее, например, на этапе строительства дороги, узнать о степени риска возникновения аварий в будущем. Созданная модель динамичная, то есть она подстраивается под любые изменения данных. Она может быть использована не только органами власти для лучшей организации движения и планировки городов, но и простыми водителями в момент поездки. Если у вас есть карта с обозначением рискованных мест, вы можете проложить для себя более безопасный, хоть, возможно, и не самый быстрый маршрут. Кроме того, страховые компании могут использовать нашу модель для создания более специализированных страховых пакетов. Следующий шаг исследователей — обеспечить постоянное поступление данных, чтобы давать более корректную информацию потенциальным пользователям. Мы хотели бы создать карту, которая бы анализировала информацию в режиме реального времени. Так она будет более полезной для людей. Здесь же понадобятся и дополнительные параметры, например, время суток, ведь на большинстве дорог ночью более безопасное дорожное движение. Разработка ученых уже заинтересовалась несколько страховых компаний. Исследователи надеются, что это же сделают и местные органы власти, которые посодействуют поступлению беспрерывного потока данных о дорожном движении. Андрей Деркач, Юрий Закревский специально для программы «Детали». Не только производить, но и хранить энергию человечеству придется экологически чистым способом. Как раз для этого уже существует подходящая технология. Ее разработали австралийские инженеры из университета Нью-Касла. Они придумали, как хранить термальную энергию, полученную из возобновляемых источников, в специальных блоках. По необходимости, например, в ночное время, блоки могут обеспечивать беспрерывный доступ к электричеству. Срок их службы — около 30 лет. Самое главное — это вещества, из которых производятся наши блоки. Во-первых, это алюминий, который обеспечивает систему скрытой теплотой посредством изменения своего состояния. Он будет плавиться и затвердевать много тысяч раз в течение срока службы. Во-вторых, это графит, который позволяет сохранять форму блока. Один такой блок, не более 20 сантиметров в длину, весит около 6 килограммов. Он может вырабатывать 1 киловатт электричества в час. Технология особенно пригодится в масштабах Австралии, где нужно обеспечивать электричеством удаленные территории. Многие горнодобывающие компании ищут способы самообеспечения энергии в отдаленных районах. Конечно, то, что они производят, вносит свой вклад в проблему глобального потепления. Но, по крайней мере, они пытаются сделать чище само производство. И это хорошее начало. В планах также помочь угольным электростанциям по всему миру переходить на возобновляемые источники энергии. Например, в Европе термальные блоки готовы использовать в Швейцарии. Плавный переход возможен. Нужно создавать накопитель тепловой энергии одновременно с постепенным выводом из эксплуатации одного котла за другим. Это позволит использовать для переориентации активы, которые в настоящее время стоят миллиарды долларов. Через 5 лет они ничего не будут стоить. Другие новости недели в дайджесте Евы Болдиной. Частная американская космическая компания Blue Origin представила концепцию бизнес-парка в космосе. По задумке Джеффа Безоса, космическая станция «Орбитальный риф» будет вращаться на низкой орбите Земли. Построена и запущена она будет в партнерстве с другими частными разработчиками, включая корпорации Boeing, Sierra Nevada и Университет Аризоны. «Орбитальный риф» предположительно откроет свои шлюзы для туристов и других клиентов до 2030 года. Американские и британские ученые получили самое четкое изображение поверхности живой бактерии. Исследования кишечной палочки проводились с помощью сканирующего атомно-силового микроскопа. Принцип его работы можно сравнить с чтением Шерифа Брайля, но только не пальцем, а лазерным лучом. Полученные данные о внешней жесткой мембране этой граммо-отрицательной бактерии позволят лучше понять, как она защищается от антибиотиков. Сегодня граммо-отрицательные бактерии считаются большей угрозой для человечества, чем грамм положительные. В частности, из-за их способности сопротивляться даже самым современным лекарствам. Исследование опубликовано в журнале Американской академии наук. Международная команда астрономов опубликовала результаты исследования таинственного сигнала с планеты Проксима Центавра. Когда в апреле 2019 года радиотелескоп в Австралии принял уникальный сигнал, и не похожий ни на один из известных результатов астрофизической активности или земного вмешательства, в СМИ заговорили о возможном открытии инопланетного разума. Но, увы, нет. Два года анализов показали, что ученые уловили, цитата, «дрейфующий интермодуляционный продукт земного происхождения». Доклад о сигнале с Проксима Центавры опубликован в журнале Nature Astronomy. В Испании ослепшие 16 лет назад американки установили временный протез для восстановления зрения, который включал камеру и имплант в мозг. После вживления 4-мм электрода, который работал в паре с видеокамерой на очках пациентки, бывшая учитель физики и химии смогла снова начать различать края объектов и даже читать некоторые буквы. В отличие от имплантов сетчатки, это экспериментальное решение полностью обходило глаз и зрительный нерв, стимулируя источник зрительного восприятия напрямую в самом мозге. Опираясь на эти исследования, в будущем ученые надеются вернуть слепым людям способность самостоятельного передвижения. Активисты из некоммерческой организации «Интернет-архив» открыли гигантскую базу бесплатных научных статей. В общей сложности в системе General Index доступны более 100 миллионов журнальных публикаций в несжатом виде, объемом в 38 терабайт, о растениях, химикатах, генах, белках, географических и других данных. Основная задача базы — облегчить использование компьютеров для быстрого сканирования миллионов строк текста, так как люди не могут прочитать и выделить необходимую информацию сразу в таких объемах данных. А специальная компьютерная программа, подключенная к General Index, теперь сможет. На этой неделе в каналах Амстердама начали тестировать самоуправляемые лодки. Плавучие роботизированные устройства на электрической тяге, если будут одобрены властями города, пока позволят разгрузить улицы Амстердама от мусоровозов, а в будущем возьмут на себя часть пассажиропотока и грузоперевозок. Разработчики этих роболодок намерены представить и другие полезные роботизированные плавучие устройства, включая временные мосты, баржи и даже системы, которые могут остановить разлив нефти в море. На стыке двух медицинских традиций часто может возникнуть что-то очень полезное. В одном из последних исследований Университета штата Пенсильвания доказано уникальное свойство одного из лекарственных растений китайской медицины в сочетании с опиоидными обезболивающими. Оно, безусловно, пригодится в борьбе с опиоидным кризисом в Соединенных Штатах. Интригующие подробности у Андрея Цветкова. В 2019 году более 71 тысячи человек в США скончались от передозировки наркотическими веществами. Из них более 70% смертей произошли в результате приема критических доз опиоидов, опиатов и опиоидных анальгетиков. Зачастую обезболивающие, которые призваны облегчить страдания людей, приводят к новым проблемам. Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне нашли способ предотвратить зависимость от морфина, главного алкалоида опиума и привыкания к нему. Все опиаты воздействуют лишь на одну цель – опиоидные рецепторы, рецепторы морфина. Когда это происходит на протяжении продолжительного времени, препараты теряют свою эффективность и результативность. В результате люди, которые принимают опиаты, зачастую начинают увеличивать дозу для достижения желаемого эффекта, что впоследствии приводит к зависимости и риску передозировки. Исследования, которые правил профессор Чивелли в сотрудничестве с Международной командой ученых, показали, что экстракт растения хохлатка Янхусуа, YHS, который давно используется как анальгетик в китайско-традиционной медицине, способствует стабилизации эффективности морфина без повышения его дозы. Мы испытали экстракт этого растения в сочетании с морфином на животных и выяснили, что морфин сохраняет свою силу и эффективность на протяжении нескольких дней. Это индикатор того, что если YHS используется совместно с морфином, мы можем предотвратить негативные эффекты, ассоциируемые с приемом препарата. Важнейшим является то, что мы нивелируем зависимость, а зависимость – это то, что фактически приводит к наркотической ломке, абстинентному синдрому, когда люди прекращают принимать опиаты. Чивелли считает, что подход к лечению болевых симптомов должен быть полифармакологическим. Это означает, что терапия не должна ограничиваться лишь воздействием на опиоидные рецепторы посредством морфина и других подобных препаратов, учитывая то, какие дальнейшие риски несет их прием для здоровья и жизни людей. Кстати, исследования также показали, что экстракт YHS может помочь и тем, кто уже попался в ловушку опиоидных анальгетиков. В нашем исследовании мы показали, что YHS может обратить негативный эффект морфина. Мы исследовали действия экстракта как с точки зрения воздействия на толерантность к морфину, так и на зависимость от него. В случае выработки толерантности к морфину YHS поможет вернуть его терапевтический эффект и стабилизировать дозировку. Это работает также и в случае с зависимостью. На сегодняшний день, когда ученым уже известно, что хохлатка Янхусуа помогает предотвращать зависимость от препарата, планов на проведение клинических испытаний нет, поскольку экстракт YHS и так доступен потребителям в виде пищевых добавок, уже одобренными Управлением по надзору за пищевыми продуктами и медикаментами США. Однако в дальнейшем Чивелли и его команда будут изучать уже молекулярный состав самого экстракта с целью в дальнейшем описать его фармакологическое действие и, возможно, применить его принцип в борьбе с зависимостью не только от морфина, но и от других опиатов. Андрей Цветков, Сергей Дегатарь. Специально для программы Детали. Подыграть металлики на ударных, создать караоке из песняров или зажечь блюзовое соло вместо Биби Кинга в современном мире очень просто. Обычное приложение на смартфоне с помощью искусственного интеллекта поможет сделать это за одно мгновение, убрав ненужную дорожку трека. Раньше для этого пришлось бы перезаписывать песню в студии. Элой Касагранда играет на ударных инструментах с 7-летнего возраста. Его увлечение переросло в карьеру профессионального музыканта. Недавно он открыл для себя музыкальное приложение, которое может удалять из смикшированного трека любые его элементы, включая вокал и инструменты. Еще будучи ребенком, я хотел создавать свои барабанные партии известных песен, но мне приходилось записывать себя поверх уже существующей дорожки для ударника. Сейчас же я могу выбирать любую песню, убрать барабаны и создать свою собственную партию. Цель приложения — дать музыкантам любого уровня доступ к передовым технологиям музыкальной индустрии, утверждает создатель программы. Всю работу делает искусственный интеллект. С помощью технологии машинного обучения мы создаем и тренируем алгоритм, который и отделяет инструменты от смикшированного трека. Эта технология на протяжении некоторого времени уже была в распоряжении профессиональных звукоинженеров, говорит Рамос. Но для простых музыкантов она была недоступна. Представьте, что у вас есть универсальная машина для караоке, в которую можно загрузить любую песню и сделать в ней такие изменения, какие хочется вам. Специалисты по праву обращают внимание, что как только в музыкальной индустрии появляются подобные технологии, они потенциально могут затрагивать вопросы авторского права. Безусловно, это очень полезное приложение для обучения музыке в пределах собственной квартиры. Но, с другой стороны, можно попасть в неприятную ситуацию, если начать публичное распространение переработанных записей. Рамос обращает внимание, что следует хорошо ознакомиться с правилами пользования на веб-сайте приложения. С момента запуска сервиса в 2019 году количество пользователей программы по всему миру выросло до 6 миллионов, что делает ее одной из самых популярных в App Store и Google Play. Рак легких чаще всего возникает у курильщиков, поэтому, чтобы избежать этой болезни, нужно как минимум не курить. Но есть здесь и генетическая составляющая проблемы, которую очень тщательно изучили в Вашингтонском университете Сент-Луиса и даже нашли способ медикаментозного лечения таких случаев. В чем его суть, разбирался Алексей Горбачев. В мире насчитывается около миллиарда курильщиков, а в день на земном шаре выкуривается около 18 миллиардов сигарет. Хуже всего ситуация в развивающихся странах, но и в США проблема не исчезла. По данным на 2019 год, там курит 36 миллионов человек, то есть почти 14% населения страны. А ведь связь между курением и раком легких известна давно. «Каждый раз при курении человек вдыхает около 60-70 химических веществ, вызывающих рак. И эти химические вещества, попадая в легкие, нарушают структуру клеток ДНК». В то же время значительное число пациентов, у которых развиваются раковые опухоли в легких, курильщиками не являются. 85% пациентов с раком легких в западном полушарии курили сигареты на протяжении долгого времени. При этом около 10-15% пациентов с раком легких, а в Азии этот показатель гораздо выше, не являлись курильщиками. Цель нашего исследования – это идентифицировать изменения в геноме опухолевых клеток у этой особой группы некурящих пациентов с раком легких. Исследования, проведенные учеными из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, свидетельствуют о появлении новых возможностей при лечении опухолей, возникших у некуривших людей. По данным врачей, от 78 до 92% случаев рака легких у пациентов, которые никогда не курили, можно лечить с помощью специального вида лекарств, направленных на прекращение роста опухоли путем блокирования определенной генетической мутации. Применение подобных лекарств уже одобрено Американским управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Этот вид лечения отличается от традиционной химиотерапии. Химиотерапия – это инструмент, убивающий все быстрорастущие клетки, в то время как лекарства, предотвращающие мутацию, настраиваются отдельно для каждой мутации. Для подбора лекарств у пациентов берется образец генетического материала, необходимый для выявления генетической мутации. Воздействуя на это конкретное изменение гена, мы можем замедлить рост рака, и это играет важную роль. В ходе исследований выяснилось, что только около 7% пациентов родились с генными изменениями, приведшими к формированию у них рака легких. Отсутствие врожденных мутаций у некурящих удивило врачей, пытающихся понять причины образования у них опухолей. Только 6 из 100 пациентов имели это врожденное изменение на генном уровне, которое привело к развитию рака легких. И эта цифра, что интересно, идентична и у курильщиков. Среди других факторов, которые науке еще предстоит определить, является высокая заболеваемость раком среди некурящих жителей ряда азиатских стран. Исследователи отмечают, что в некоторых частях Азии доля никогда не куривших пациентов с раком легких может достигать 40%. Для нас было и остается загадкой, почему некоторые группы населения, такие как жители Азии, и в частности азиатские женщины в некоторых регионах, подвержены более высокой заболеваемости этими видами рака. Ранее предполагалось, что в ряде случаев определенную роль могут играть гормоны. Но, вероятно, причина не в этом. Кроме того, гены работают совершенно по-разному у мужчин и женщин. Есть отличия и в работе иммунной системы. Вопросов, возникших в коде попытки найти причины возникновения рака у некурящих, пока больше, чем ответов. Подвергались ли они негативному воздействию окружающей среды, как на них влиял дым, загрязнение воздуха или испарение во время приготовления пищи? Переносили ли они вирусные инфекции? Исследование также проливает свет на иммунный ответ организма, который позволяет лучше понять, почему рак легких слабо реагирует на определенный тип противоопухолевой иммунотерапии. Самый важный вывод исследования заключается в том, что мутации были идентифицированы у 80-90% некурящих пациентов, что позволит врачам подобрать персонализированные методы лечения опухолей. Алексей Горбачев, Сергей Деготарь, специально для программы «Детали». Скоро байкеры будут не просто летать по дорогам, а в буквальном смысле летать. На такие мысли наталкивает японская разработка летающего мотоцикла. Ховербайк поступил в продажу во вторник, его цена составляет около 700 тысяч долларов. Мотоцикл оснащен двигателем внутреннего сгорания и четырьмя двигателями, питающимися от батарей. Они обеспечивают непрерывный полет на протяжении 40 минут со скоростью до 100 км в час. Ховербайк был продемонстрирован на гоночной трассе возле горы Худияма. По словам его создателей, пока его использование будет ограничено именно такими местами. Первыми пользователями мотоцикла станут обеспеченные японцы. Мы хотели бы, чтобы нашими первыми клиентами стали люди, которые интересуются новыми видами передвижения. Этот мотоцикл также можно использовать для спасательных работ или для путешествия в труднодоступных местах. Ограничения, вызванные соображениями безопасности, пока сдерживают рост этого направления в Японии. Изменения правил расширят возможности применения летающего мотоцикла. До недавнего времени можно было либо ездить по земле, либо летать очень высоко в небе. Мы надеемся, что Ховербайк сможет подарить своим владельцам совершенно новые ощущения. Это были «Детали». Очередной раз заглянем вместе с вами в мир будущего уже через неделю. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok